Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялось женское голосование, проект покинула Алиса, которая приходила к Венцеславу Венгржановскому. Специального корреспондента журнала Дом-2 Антона Бекужева отправили на Сейшельские острова. Он соберет много интересных новостей и эксклюзивного материала о жизни участников проекта на острове. Саша Гозя свернулась на поляну. Сашин парень встретил ее с цветами. Она пишет «Встреча вкусная была, мой сладенький Константин Иванов». В своем видеоблоге Александра Харитонова рассказала о своем отношении к преподавателю по актерскому мастерству Саиду Нигматуллину. Мы уже рассказывали вам, что Саид пригласил трех участников проекта сходить в театр. Они все вместе посмотрели спектакль, а затем Саид вызвался подвезти Сашу. По пути они заехали поужинать в один из ресторанов столицы. Они провели замечательный вечер, много разговаривали и остались довольны обществом друг друга. При этом Саид сказал, что как бы им хорошо не было друг с другом, это событие никак не повлияет на процесс обучения Саши в школе актерского мастерства. Наоборот, он пообещал быть максимально строгим с ней. Ну и Саша сказала, что испытывает к нему очень большую симпатию. Вика Романец устроила сцену ревности Андрею Черкасову и разгромила его комнату. Вот что рассказывает Лиза Шароха. Новенькая Тата пошла к Андрею в комнату. Вика, узнав об этом, пошла туда. После чего у Андрея разбиты все горшки, все в земле, все банки с кремами разлиты по комнате. У Вики вырваны волосы, поцарапана шея и следы от ударов Андрея. А Вика, видимо, на эмоциях написала про Андрея. Когда мужчина помойка, оставьте его для мусора. Вова Гауте еще раз подтвердил, что он с Катей Гужвинской окончательно расстался. Он пишет в своем микроблоге. Друзья, мы разошлись с Катей, все. И через неделю ко мне на кастинг придет очень красивая девочка. А Катя поведала причину, по которой она получила внос от Вовы и в итоге они расстались. Он приревновал ее к Семену Фролову. Катя пишет. Семен скоро приходит на проект и вся поляна думает, что я рассталась со своим молодым человеком из-за него. Так вот, это неправда. Да, мы общаемся, но лишь на дружеской волне. И об отношениях речи не идет. Кстати, на поляне распались еще две пары. Это Денис Козлович и Алена Юдина, а также Николас Карапанайотидис и новенькая Татьяна Кузнецова. Глеб Жемчугов улетает на отдых. Его жена Ольга остается на поляне с Мишей. Она пишет. Отдых нужен всегда, и я не против. Недавно Оля ездила к своей матери на целую неделю и оставляла своих мальчиков на поляне. А теперь пришла очередь Глеба отдыхать от семьи. Он полетит на Сейшелы вместе с Викой Романец и Семеном Фроловым. Перелет назначен на 27 марта. Вот и посмотрим, как он будет себя вести вдали от семьи. Марина Африкантова и ее мама Татьяна Владимировна все еще находятся в Дубае. Африкантова старшая не скрывает, что хочет выдать дочку замуж и ищет ей жениха. И вот она вроде как нашла жениха. Одна из поклонниц хочет видеть Марину своей снохой. По словам Татьяны Владимировны, потенциальная свекровь Марины живет в Японии, а жених работает хирургом. Татьяна Владимировна воспряла духом после подобного сватовства. Она пишет. Жизнь только начинается. Пока Чуев бегает огородами, Марину уведут. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!